Дома купцов, торговавших с Византии, первый московский посад, стена Китай-города, убогие грязные трущобы, гостиница «Россия», которая попала в Книгу рекордов Гиннесса. Все это было на месте, где сейчас находится парк Зарядье с его парящим мостом. Но парка могло и не быть, как гостиница «Россия», если бы в 50-е годы прошлого века здесь достроили восьмую сталинскую высотку. В этом ролике из цикла о грандиозных незавершенных проектах СССР я расскажу, почему не была достроена высотка у самых стен Кремля. Итак, сталинские высотки. Сейчас есть семь небоскребов в Москве, которые стали визитными карточками города. Их строили сразу после войны с 1947 по 1957 годы в стиле сталинского ампира. Его еще называют монументальным советским классицизмом. Самые известные из сталинских высоток – это здание МИДа на Смоленской площади и главный корпус МГУ на Воробьевых горах. Строить их начали почти сразу после окончания Второй мировой войны. Вся страна праздновала победу, ликовала и радовалась. Но когда опьянения первых месяцев закончились и нужно было возвращаться к мирной жизни, оказалось, что не все так благополучно. Действовала карточная система на продукты, не хватало элементарной одежды, людям сложно было найти даже мыло и другие вещи, без которых сейчас трудно представить нашу жизнь. Но зампредседателя комитета партийного контроля Ягодкин вспоминает, что уже в 1946 году жизнь в Москве бурлила. Столица залечивала раны, нанесенные ей гитлеровскими стервятниками. Чувствовалось, как заботливые руки москвичей поднимали из руины пепла разрушенные здания и жилые дома. Из воспоминаний заместителя председателя комитета партийного контроля при ЦК КПСС Ивана Александровича Ягодкина. В январе 1947 года Совет Министров СССР подписывает постановление о строительстве в Москве многоэтажных зданий. Среди них знаменитые Сталинские высотки. Идея строительства высоток принадлежала Иосифу Сталину. В 1947 году Москве исполнилось 800 лет. Так вот, каждое здание должно было олицетворить определенное столетие. А все вместе эти высотки должны были показывать силу и мощь советского народа и государства. Семь из них можно увидеть сегодня в Москве. «Ведь товарищ Сталин что сказал? Он говорит, ездят у нас в Америку, а потом приезжают и ахают. Ах, какие огромные дома. Пускай ездят в Москву. Так же видят, какие у нас дома. Пусть ахают». Председатель исполкома Московского совета депутатов Георгий Попов. Старительство высоток не было легким. Проблема в том, что тогда в Советском Союзе никто вообще не понимал, как строить такие здания. Руководил строительством главный архитектор Москвы Дмитрий Чичулин. Он считался проводником идей Сталина касательно градостроительной политики. Но архитекторами, которые курировали строительство всех зданий, были Борис Айафан, Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх. Они еще в 1934 году ездили в Соединенные Штаты, чтобы перенять опыт строительства небоскребов. Уже приближаясь к берегам Нью-Йорка, советские архитекторы увидели всю мощь американской архитектуры. Первое впечатление, производимое небоскребами при приближении к Нью-Йорку на пароходе, поистине незабываемо. Их необъятные размеры просто ошеломляют. Фантастическая горная гряда с пиками геометрической формы поднимается из воды. Трудно поверить, что эта гряда создана человеческими руками. Борис Иофан для альманаха Академия архитектуры. Но американский проект было сложно реализовать в московских реалиях. Свай высотных домов в США держала скальная порода. Здесь, кстати, есть интересный момент, я про него много рассказывал. Если вы посмотрите на Манхэттен, то обычно люди представляют Манхэттен таким просто лес из небоскребов. Но на самом деле небоскребы на Манхэттене есть только внизу и ближе к центральному парку. А так Манхэттен-то он мало и среднеэтажный. Но у нас такого надежного основания не было. Потому что у нас скальная порода залегала слишком глубоко и была недоступна для строительства. Ситуацию усугубляли перепады московского ландшафта и грунтовые воды с подземными реками. К тому же руководство страны запретило использовать зарубежные наработки. Хотя предполагалось, что московские высотки будут внешне перекликаться с американскими, как бы конкурируя друг с другом. Итак, в 1947 году в день празднования 800-летия Москвы прошла одновременная торжественная закладка всех восьми высоток. Журнал «Огонек» очень помпезно написал об этом событии. В 13 часов дня происходит закладка многоэтажных зданий в разных пунктах Москвы. Только один час проходит между закладкой памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому и закладкой многоэтажных зданий. Но вся душа советской страны проходит перед нами в течение этого часа. Далекое прошлое Руси. Воин на коне в шлеме и кольчуге, указывающий рукою вниз, здесь быть Москве. И гигантские многоэтажные дома, построенные по последнему слову техники, для людей социалистического общества, для строителей коммунизма, для новых людей. Журнал «Огонек» от 7 сентября 1947 года. Удивительно, ни одно специализированное строительное здание страны об этом не упомянуло. Такое событие все проигнорировали. Возможно, архитекторы просто даже сами не верили, что эти дома будут построены. Дело в том, что на тот момент ни одного здания не было даже в проекте. Чуть позже чертежи и планы будут согласовывать прямо на строительной площадке, а внешний вид первых небоскребов будут менять по ходу строительства. Первой возведенной сталинской высоткой было здание МИДа на Смоленской площади. Его высота была 172 метра и включала 27 этажей. Архитекторы Михаил Минкус и Владимир Гельфрейх изначально разработали три проекта, где количество этажей варьировалось от 9 до 40. В итоге утвердили тот проект, который напоминает английскую готику, с четким устремлением вверх. Здание МИДа строили иначе, чем остальные высотки. Сначала в течение 110 дней на всю высоту строения возводили металлический каркас. И только потом уже развернулись работы по его начинке. Сначала бетонировали верхние этажи, а по мере того, как бетон застывал, спускались вниз до самого фундамента. Строительство закончилось в 1953 году. Но незадолго до этого произошло событие, которое изменило внешний облик здания. Михаил Минкус рассказывал, что весной 1951 года его вызвали в Кремль. Капитан охраны Иосифа Сталина доставил его в кабинет вождя. Сталин пожал архитектору руку, предложил выпить кавказского коньячка для бодрости и показать первый советский небоскреб. Уже через 20 минут кортеж из бронированных машин направился в сторону Смоленской площади. Минкус вспоминает, что на Сталине тогда была военная фуражка, френч без погон и просторные галифе. Он прищурил глаз и высказал сомнения в том, что здание достроено. Архитектор принялся его уверять в обратном, сказав, что осталось подготовить интерьеры и все будет готово в соответствии с проектом. Но у Сталина было другое мнение. Ведь здесь будут толочься бесчисленные дипломаты, журналисты и дельцы из всех капиталистических стран. Это здание должно быть символом нашего великого социалистического государства, а эти плоские верхушки смахивают на крыше какого-нибудь американского офиса. Где тут величественность? Что бы осталось от величия Спасской башни Кремля, если б мы срезали колокольню и шпиль со звездой над его курантами? Крест не крест, а надо на вершине здания установить башню со шпилем, указывающим в небо и увенчанным символом нашей великой Родины, Иосиф Сталин. Но вы прекрасно помните, какое было время и как здесь было не согласиться с вождем. Ведь он был учителем народов и знатоком всех наук и искусств. От языка знания, биологии и генетики до поэзии, конечно же, архитектуры. И вот так на здании МИДа появился шпиль, который украшает его и сейчас. Со стороны может показаться, что здание МИДа – это такое цельное здание и все облицовано камнем. Но шпиль выделяется. Это хорошо видно, например, во время ремонта или во время чистки фасада. Потому что шпиль и само здание сделаны из разных материалов. Шпиль только имитирует облицовку камнем, чтобы здание оказалось цельным. Но на самом деле он обшит легким металлом. Все потому, что изначально в проекте этот шпиль был не запланирован и под него не было никаких несущих конструкций. Поэтому сделать полноценную надстройку каменную было уже просто невозможно после завершения строительства. И сделали просто такой декоративный шпиль, который сегодня очень хорошо виден, потому что он всегда отличается по цвету. Так вот, этого шпиля, если бы не Сталин, могло и не быть. Самый высокий дом среди сталинских высоток – это главный корпус МГУ. Кстати, до 90-х он был самым высоким в Европе. Его высота – 236 метров. Изначально его хотели построить на самой кромке Воробьевых гор. Но была вероятность оползней. Поэтому здание решили перенести вглубь территории. Но даже в этом случае нужны были инновационные инженерные решения для строительства. Проект разработал архитектор Борис Иофан. Но руководил всем в итоге Лев Руднев. Потому что Иофан хотел строить здание ближе к смотровой площадке Воробьевых гор. Хотя это могло быть невезопасно. Среди горожан строительство МГУ пользовалось дурной славой. Москвичи считали Воробьевые горы местом нечистой силы. Якобы в конце 19-го – начале 20-го века село Воробьево было пристанищем для магов, колдунов и любителей прочей эзотерики. Само место даже прозвали «царством нечистой силы». В 49-м году село снесли. А слава нехорошего места осталось. Кроме того, на стройке были задействованы 16 тысяч заключенных, которые строили здания физфака, химфака и биофака. Позже на 22-м этаже даже был организован отдельный лагерный пункт на 700 заключенных, которые занимались отделочными работами. В некоторые периоды до половины участников стройки составляли заключенные, которых отобрали из первых осужденных на небольшой срок. Их охраняли несколько тысяч военнослужащих. Вначале спецконтингент непосредственно к зданию не подпускали. Они числились в управлении строительством, но фактически резали гранит в Карачарове и выполняли подобную вспомогательную работу на других площадках. Однако к началу отделки рабочих рук стало катастрофически не хватать, и 700 заключенных поселили в самом здании, организовав лагерный пункт на 22-м этаже. Осужденные выкладывали внутренние стены, штукатурили и красили. Вопреки городским легендам из здания никто не сбежал – ни пешком, ни на самодельном аэроплане. Строители знали, что после сдачи здания их должны амнистировать. Так и произошло. Из книги Романа Янковского «Высотка номер один». Один из архитектурных символов Москвы – это дом на Котельнической набережной. Строительством здания занималось главное управление лагерей промышленного строительства МВД. Основной рабочей силой здесь, как и в случае МГУ, были заключенные, в том числе и немецкие военнопленные. По легенде, они же позировали скульптором для барельефов рабочих, которые украшают фасады и вестибюль дома. Высота здания составляет 176 метров и насчитывает 32 этажа. В доме расположено 700 квартир. Изначально их распределяли между сотрудниками НКВД. Но позже в дом на Котельнической набережной начали заселять деятели культуры и ученых. Здесь жили писатели Василий Аксенов, Константин Паустовский и Александр Твардовский, а также актриса Фаина Раневская, балерина Галина Уланова и поэт Евгений Евтушенко. У последнего даже есть стихотворение, которое он посвятил нелегальным жильцам, тараканам. Раньше они обитали на мучных складах, которые находились на месте дома. Только Зыкина запела, с потолков подпевать пошла капелла Прусаков Евгений Евтушенко. Высотка на площади Красные Ворота – это единственное здание комплекса, совмещенное со станцией метро. Самая низкая из высот – гостиница Ленинградская, всего 136 метров. Высотку на Кудринской площади часто называют Домом авиаторов. Все дело в том, что там предоставляли квартиры руководящим сотрудникам Министерства авиационной промышленности. Гостиница Украина, бывшая гостиница Украины, сейчас она называется «Рэдисон Роял Москва». Это еще одна высотка сталинского комплекса, ее построили в 1957 году. Высота здания составила 206 метров. И на тот момент это была самая высокая гостиница в Европе. Итак, друзья, всего в Москве сейчас семь сталинских высоток. Но в изначальном проекте их было восемь. Куда же делась еще одна? Долгое время они вообще ничего не было известно из-за секретности. Но когда началась реконструкция парка Зарядья, данные рассекретили. Восьмой высоткой должно было стать 26-этажное административное здание в Зарядье. Предполагалось, что именно восьмая высотка свяжет между собой все остальные в единый архитектурный ансамбль. В начале 30-х годов нынешняя территория Зарядья представляла из себя трущобный квартал с убогими разваливающимися постройками. И тогда разработали генеральный план реконструкции Москвы, а в 34-36 годах провели два конкурса по подготовке проекта нового здания в Зарядье. В этом доме должен был находиться наркомат тяжелой промышленности. В конкурсе участвовали знаменитые советские архитекторы, но победил проект представителя авангардизма и конструктивизма Ивана Леонидова. «Я считаю, что архитектура Кремля и Василия Блаженного должна быть подчинена архитектуре дома нарком тяжпрома, а само здание НКТП должно занять центральное место в городе». Из пояснительной записки Ивана Леонидова к своему проекту. В 1936 году строители приступили к подготовительным работам для нового здания. Реконструировали Москворенскую набережную и начали сносить старые малоэтажные постройки, а заодно и архитектурные памятники. Под снос ушла часть Китогородской стены, которая была построена в 1538 году под руководством итальянского архитектора Петрока Малого. Но строить здание по проекту Леонидова так и не начали, поскольку наркомат упразднили в 1939 году и вместо него появилось шесть новых ведомств. Тогда решили построить здесь второе здание Совета народных комиссаров. Фактически это было правительство Советского Союза, законодательный, исполнительный и административный орган власти. В 1940 году провели еще один конкурс, в нем участвовало много разных архитекторов, в том числе братья Веснины Борис Иофан, Аркадий Баранский, Даниил Фридман. В итоге победил проект Александра и Виктора Весниных. Это должна была быть 17-этажная высотка. Братья уже были известны проектированием Дворца культуры Пролетарского района в Москве и эскизом застройки Котельнической набережной. После утверждения проекта стали готовить строительную площадку, но началась Великая Отечественная война. Проект, естественно, заморозили на неопределенный срок, было не до архитектуры. Но если первые высотки проектировали на ходу, то проект здания в заряде все-таки подготовили заранее. Над эскизами работали порядка 20 инженеров и архитекторов, но главным среди них были два автора. Архитектор Дмитрий Чичулин и инженер Иосиф Тигранов. В 1949 году за разработку 8-й высотки они получили сталинскую премию. Строительство курировал лично министр внутренних дел СССР Лаврентий Берия. Ходили даже слухи, что в здании будут размещаться либо органы госбезопасности, либо министерство атомной промышленности. К слову, его тоже курировал Берия. Высотка в заряде была презентацией Москвы, витрины СССР. Высотка МГБ в заряде просто не соответствует логике времени. По духу той эпохи там вполне могло бы разместиться министерство атомной промышленности. Потому что к концу 40-х уже стало понятно, что будущее не за карательными органами, а за атомной энергетикой. Бывший директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева. Под строительство выделили участок в 15 гектар. Он располагался между Красной площадью, улицей Разина, Китайгородским проездом и Москворецкой набережной. Сложность заключалась в том, чтобы органично вписать новое здание в уже существующий архитектурный ландшафт. То есть поместить его рядом с Кремлем, Мавзолеем Ленина и собором Василия Блаженного. Да еще сделают так, чтобы все это вместе с высоткой смотрелось органично. Чичулин избрал путь контраста, при котором остается нетронутой и самостоятельной изумительная красота древнего ансамбля. А новое здание своим силуэтом будет перекликаться с вертикалью будущего Дворца Советов по другую сторону Кремля. Здание войдет в новую панораму социалистической Москвы, которая развернется вдоль набережных реки, где высотные сооружения будут подчеркивать ее живописные извивы. Из альбома «Высотные здания Москвы» 1951 года. В итоге получилось 32-этажное здание со ступенчатой структурой. Нижняя и самая широкая его часть представляла из себя пятиэтажные корпуса. Предполагалось, что так строение впишется в малоэтажную застройку города. Здесь предполагали разместить 2000 рабочих комнат. Ну а основная часть здания должна была достигать в высоту 275 метров. Там планировалось расположить два гардероба на 1700 человек каждый, 40 лифтов, вестибюль, буфеты-столовую, зал собрания и демонстрационный зал, перекрытый куполом, а также множество рабочих кабинетов разной формы и площади. У здания должно было быть три входа со стороны Красной площади, Москва-реки и улицы Разина. В отличие от остальных высоток, эту строили долго. Задержки были связаны с подземными водами, из-за чего приходилось постоянно менять расчеты. Плюс ко всему, это было самое монументальное здание среди всех. Под него нужно было расчистить 15 гектаров земли. Строительство началось в 1951 году, а закончить его планировали уже через два года, в 1953. Но сроки постоянно сдвигались. В конце октября 1951 года в секретариат Совета министров СССР на имя Берии пришло анонимное письмо от неких беспартийных сотрудников архитектурной мастерской института Моспроект. В этом письме они объясняли причины задержек в строительстве высотки в Заряде. Проще говоря, беспартийные сотрудники накатали донос на архитектора Чичулина за халатность. Дорогой Лаврентий Павлович, убедительно просим вас в интересах дела строительства административного здания в Заряде дать указания о наведении порядка в мастерской и дать понять нашим руководителям, товарищу Чичулину и товарищу Тигранову, что интересы государственные выше их личных. Из анонимного письма беспартийных сотрудников института Моспроект. Берия поручил разобраться в вопросе представителю Мосгорисполкома Яснову. Но никаких последствий ни для Чичулина, ни для Тигранова не было. Они получили за проект сталинскую премию, входили в архитектурную элиту страны. Никто не рискнул трогать любимчиков вождя. Задержки в строительстве были связаны с постоянными изменениями проекта. В основном в сторону увеличения здания, а соответственно и бюджета. В сентябре 1950 года решили, что этажей должно было быть не 32, а 37. В плане добавили несколько кинозалов и типографию. Зал собраний увеличили с 1000 мест до 3000. В зале президиума предложили установить огромные барельефы Ленина и Сталина. Добавили скульптуры Сталина в вестибюле и демонстрационном зале. Да и в целом понатыкали кучу разных скульптур с внешней стороны здания и внутри. В общем, это вам не аквадискотека. Здание должно было стать самым высоким, а главное роскошным в Москве. Таким роскошным, что начальник управления строительства толком даже не мог сосчитать, сколько все это стоит. Особая сложность и специфичность указанного здания не дали возможности закончить в срок весьма трудоемкие работы по выявлению цен на многие новые материалы и изделия. Начальник управления строительства Комаровский в обращении к Берии в декабре 1952 года. И в результате получилась забавная ситуация, стройка вовсю шла. К 1952 году фундамент уже заложили, но смету Совету министров так никто и не предоставил. Возможно, со временем ее довели бы до ума, согласовали и закончили строительство самой роскошной московской высотки. Но произошло событие, которое изменило вообще все в стране. В ночь с 1 на 2 марта 1953 года охрана обнаружила Сталина на полу в малой столовой в правительственной резиденции «Ближняя дача». Они позвонили в политбюро и сообщили, что Сталин жив, но в беспомощном состоянии. Утром 2 марта в резиденцию приехала бригада врачей вместе с ближайшим окружением вождя. Они попытались спасти его жизнь, но это не удалось. Вечером 5 марта врачи констатировали его смерть. После чего началась борьба за власть, которая коснулась не только перестановок внутри политического аппарата, но и строительства 8-й сталинской высотки. Последний документ, который относился к строительству в заряде, Берия подписал 10 июня 1953 года. А 23 июня бывшие коллеги по сталинскому окружению арестовали его и вскоре расстреляли. Власть перешла к председателю Совета министров СССР Георгию Маленкову и к первому секретарю Московского обкома ВКПБ КПСС Никите Хрущеву. Потом Хрущев подвинул Маленкова и стал первым секретарем ЦК КПСС, то есть начал руководить страной, а заодно и остановил строительство 8-й высотки в заряде. «В нашем строительстве нередко наблюдается расточительство средств, и в этом большая вина многих архитекторов, которые допускают излишества. В отделке зданий, строящихся по индивидуальным проектам. Такие архитекторы стали камнем преткновения на пути индустриализации строительства». Из речи Никиты Хрущева на Всесоюзном совещании строителей 7 декабря 1954 года. К 1954 году был завершён фундамент и верхняя поверхность ступенчатого цоколя 8-й сталинской высотки. И построено 15 этажей. Под цоколем находился технический этаж и бетонный бункер. В таком состоянии стройку и заморозили. Официальная причина — нехватка ресурсов, так как все средства были брошены на строительство главного здания МГУ. Но были и политические причины. Хрущев стал бороться с культом личности Сталина. Его знаменитый доклад о преступлениях сталинского режима прозвучит только в 1956 году. А вот в 1954 году он начал с архитекторов и архитектурных излишеств. Мы не против красоты, но против излишеств. Некоторые архитекторы увлекаются устройством на зданиях шпилей. И поэтому эти здания становятся похожими на церкви. Вам нравится силуэт церкви? Я не хочу спорить о вкусах, но для жилых домов такой облик зданий не нужен. Нельзя современный жилой дом превращать архитектурным оформлением в подобие церкви или музей. Людям нужны квартиры. Им не любоваться силуэтами, а жить в домах нужно. Из речи Никиты Хрущева на Всесоюзном совещании строителей 7 декабря 1954 года. Речь Хрущева на совещании строителей произвела на всех участников гнетущее впечатление. Всем стало понятно, что перетряска в архитектурном деле неизбежна. Хрущев обвинил архитекторов в провале жилищной политики и разорении государства. Он ясно дал понять, что теперь не архитекторы будут определять облик столицы и страны, а строители-технологи, которым архитекторы будут подчиняться. Профессор исторических наук и архивоведения Владимир Горлов считает, что для Хрущева смена курса в жилищной политике была актом символического насилия. Он, отменяя сталинскую архитектуру, как бы отменял самого Сталина. А высотка в заряде должна была стать вершиной сталинской архитектуры. И Хрущев не оставил шансов для завершения амбициозного проекта. Конечно, это всего лишь предположение. Большая часть архивных документов все еще засекречена. Но мы точно знаем, что на смену сталинскому ампиру пришли хрущевки. Больше всех из-за остановки строительства переживал автор проекта архитектор Чичулин. Он предлагал несколько десятков других зданий на основе недостроенной восьмой высотки. Но их все отклонили. В итоге каркас здания разобрали и пустили на строительство других объектов. Но на этом история восьмой сталинской высотки не закончилась. Почти десять лет фундамент здания стоял бесхозным, а место стройки обрастало различными городскими легендами, в которые до сих пор верят. Заряде — одно из самых сложных мест в Москве с точки зрения гидрологии. Чтобы возвести такое огромное здание, пришлось сильно углубить фундамент. В 60-е появились слухи, что в этом месте заложены многоэтажные бетонные подземелья. До сих пор есть предположение, что там находится помещение спецслужб. По другой популярной легенде под землей расположен глубокий бункер для Путина на случай атомной войны. Но бывший директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева считает, что никаких бункеров там нет. Рядом и так огромное количество правительственных зданий, а место для бункеров на случай атомной войны обычно выбирают на удаление от эпицентра. Максимум, что там может быть, это линии правительственной связи и связисты, которые их обслуживают. Она говорит, что нынешняя власть пользуется той правительственной инфраструктурой, которую получила в наследство. У нас под боком главный штаб. Туда завязана связь со всех военных округов РФ. И перетянуть ее гигантский труд и затраты. Бывший директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева. В 60-х годах появилась идея построить в заряде гостиницу. В 64-м году началась стройка. В 67-м рядом с Красной площадью уже стояло здание гостиницы «Россия», проект которой тоже в итоге разработал Чичулин. Так что если вы за Чичулина переживали, он все-таки в заряде воздвиг свое здание. Да, абсолютно не такое в архитектуре, как планировал, но, тем не менее, смог реализоваться. В 70-х годах, кстати, гостиница «Россия» попала в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший гостиничный комплекс в мире. В нем тогда было 2772 номера, рассчитанные на 5300 человек. Со временем здание обветшало. Его нужно было ремонтировать, приводить в порядок и подгонять под требования временем. Что-то, конечно, пытались сделать, но возникло огромное количество разных затруднений. В итоге гостиницу закрыли в 2006 году, а в 2010 снесли. Советское правительство потратило огромные деньги на проект, который, в конце концов, превратился в руины. А сегодня на этом месте находится просто парк. Надеюсь, вам было интересно, вы узнали что-то новое. Не забудьте подписаться на канал, у меня выходит много интересного, полезного контента. И обязательно поставьте лайк, чтобы алгоритмы YouTube поняли, что видео вам понравилось, и лучше это видео продвигали для других пользователей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok